так вы как здравствуйте как вы думаете если сразу же прикопать полностью не перезимует все прикапывают оставляют половину на поверхности они все равно могут замерзнуть а полностью может быть лучше знаете вот так далеко еще никто не заходил как это товарищ полностью закопать у меня негативный опыт у меня до сих пор сердце болит у соседа по хутору не соседа на хуторе я нашел все-таки толгарскую красавицу взрослое дерево плоды вкуснейшие это вообще шедевр толгарская красавица груша это шедевр я слезал серенки я вырастил десяток саженцев нет сто пять вот и какой черт ну мне видите как все время ведь тот момент у меня было 10 сода куда там разбежаться я взял выкопал их и все сделал правильно я на картофельном поле прикопал я знал что на картофельном поле мыши не доберутся там и просто нет и когда пришла весна они все были черные гнилые а я делал по книге по книге то есть тот момент я читал статьи в этих журналах газетах причем потом уже когда несколько лет назад ну уже в эти годы уже вы знаете мы пять лет занимаемся вебинарами ямпа я не мог здесь это сложно искать вот огромный у меня архив вот он до сих пор еще не распределён уже нет ни сил ничего секретарь мне не положено вот я частное лицо это фермер но первые тем более не положено фермер социализирован со словами счета или по крайней мере не богатый вот это вот хватился я вам нужно было счастливе показать три фотографии первая фотография давайте обозрительно первая фотография из книги там получалось что схематично ямка пологие склоны ямки нарисованы саженцы лежачие так и что интересно вершинки самые они торчали выше но все таки уровень общий уровень почвы был как раз на уровне их вот я именно так сгноил пять саженцев долганской красавицы и до сих пор обидно потому что там была полузамерзшая она до конца погибла и с тех пор и до сих пор у меня нет долганской красавицы представляете а она там было и 30 волотой еще 12 гранирование по железу вы знаете как это просто этого мне папа мама равняется любовь это приверьте и тогда скажем поколением морозостойкость повышается и вот получается следующее я сгною груши именно потому что и уже несколько лет назад я случайно знаете как я мичурина вот я говорю еще раз у меня есть особый дар смотрите ну берем любую книгу на это моя подвернулась книга это так не означает вы этого не видите я не рекламирую подружка эта книга садоводство для избранных судьбой видите я делал вот так вот смотрите это мое любимое занятие раз не глядя и именно на этой странице я однажды увидел прикол по по мичурину то есть там была схема выше было вы понимаете что если бы я уже как вот схема она мне тоже есть эта фотография но не найти мне вот не найти это сколько из перерыва я уже пробовал искать под минут 20 потратил больше него не нашел и там получалось все так же но выше выше и получалось так что вот почему сгнили груши я вовремя последние дни лета прикопал по книжному а потом почти дожди и вот когда у меня накопилось много данных по грушам я никогда не спрашивал откуда и сейчас не знаю где родина груш вот я установил с помощью десятков примеров а то что груши очень слабая на привале очень-очень и и вот то что я погубил пять груш и остался без уникального сорта без алгарска это тоже в копилку легко что их вообще нельзя прикапывать почему неустойчивая погода и вот пожалуйста вместо мороза вроде бы закопали снег пошел разгребли снег закопали чел остался а как она может яблоня терпит слива терпит а груши не терпит а вот это что между яблоней и груши они родственники близкие по генетике но у них самое главное различие это отношение к влаге и вот получается вы задали вопрос сальцы прикопать полностью чтобы не замерзли нежелательно наверняка у вас есть снег пусть этот снег накроет верхнюю часть прикопа так таким расчетом что если вдруг в этой яме окажется вода все посадили корни засыпали сейчас кроны засыпали но по мичурину часть кроны засыпали высшего уровня почвы если почти дожди они заполнить ямку вот эту мягкие грудь они как бы условно заполнить ямку и пусть а корни не злиют то есть надо в любом прикопе чтобы не боялась не бояться воды надо сделать так чтобы случае дождей в ямке были только корни а тут пологость да пожалуйста вот пологие пусть торчит а чем взяли что замерзут если снег вот так вот придавили вот как мог объяснить то есть не надо целиком закапывать вы можете также как я весной достать гнилье а в каких то случаях могут и яблони сгнить и вишни и сливы хотя они прочнее и вот третий вариант вот он это называется прикоп по железу я пробовал только на абрикосах они боятся и на на сервине яблони они так не боятся вот при самой зимой мало того пассажа на холм смотрите на холм а уже повыше холма повыше холма еще сделано то что называется окучивание потом пришла весна и по мере таяния вот так это руками разгребал разгребал и когда я полностью разгреб до корневой шейки все равно дерево осталось на холме и вот тут то ему ну тося ничего не сделаешь или какие дожди ему не страшны поняли да и мокрый снег ему не страшно потому что как бы не поливали дожди как бы снег будет таять но все-таки влаги вот именно при такой форме при такой форме прикопа будет самый минимум тем более яблони чем боятся они так не очень-то боятся вот как он объяснил